это главное управление министерства внутренних дел по новосибирской области где-то здесь кабинет генерала который командует нашими полицейскими нашими внутренними делами и я обращаюсь товарищ может быть правильно господин генерал я хочу сегодня в день конституции поблагодарить вас за тот урок который я получил от ваших сотрудников урок этот звучит так как его завещали нам советские языки не верь не бойся не проси тот инцидент который сегодня случился у меня связи с квадрокоптером который я запускал тому причиной стал я не то чтобы сильно испугался скорее растерялся некоторым образом и это был не прав теперь урок не стоит торопиться и всем говорю не торопитесь полицейскими даже если они очень спешат не проси я не прошу я буду требовать и от вас и и вам сейчас обращаюсь с требованием и не верь не верю полицейскими не только потому что там сомневаюсь в их моральных качествах хочу и потому не верю что ваши полицейские господин генерал не знают законов докладываю вам довожу до вашего сведения как принято что существует такой порядок использования воздушного пространства в российской федерации пункт 49 которого указывает что воздушные суда должны иметь разрешение для полетов и точно совершенно определенно кроме тех беспилотных воздушных судов которые весом меньше 250 грамм довожу до вашего сведения также как довел до сведения ваших сотрудников мой квадрокоптер весит 249 грамм как на нем и написано пункт 52 этого документа гласит что в обязательном порядке необходимо получать разрешение составлять план полета в том числе разрешение в органов власти получать для всех воздушных судов тяжелее 30 30 килограмм но понятно что мой квадрокоптер меньше 30 килограмм а так это пункт 52.1 воздушных судов не распространяется требования получения разрешения в системах управления воздушным движением они не распространяются на воздушных судов весом меньше 30 килограмм как мой квадрокоптер если полет производит привод производится днем в зоне прямой видимости на высоту не более 150 метров как я показал при даче пояснений в пункте полиции полет у меня осуществлялся не выше 50 метров и даже предъявил я тому доказательства в виде скрина с экрана телефона как я пояснил полицейские законы я знаю и не нарушаю их и поэтому оснований для того чтобы меня производить со мной какие-то действия нет таких оснований и полицейские которые проводили со мной прием которые принимали меня без объяснения потом составлял другой полицейский протокол и никто из полицейских в этом пункте полиции на площади линина не при не назвал не какой же закон не нарушил почему у меня решили изъять мой квадрокоптер изъятие нарушения кодекса об административных правонарушениях в котором совершенно определенно написано что изъятие производится случае если есть административное правонарушение какое мне его не назвали и теперь протоколе написано что уханова изъяли квадрокоптера за что не написано может это ханов квадрокоптером стукнул по подполковнику перегуду этот после этого бегал по площади ленина тут то ли за людьми то ли от людей я не знаю что теперь напишут но протокол составлен с нарушениями его нельзя использовать как какое-либо доказательство потому что мне указано административное правонарушение из-за которого у меня изъято мое имущество в кодексе указано совершенно определенным образом что изъятые в качестве доказательств имущество должно быть опечатано полицейский номер которого приведу в комментарии номер жетона который получал у меня квадрокоптер не смог его нормально упаковать пришлось отдать ему сумку для упаковки и пакет мой который потому что у него ничего не было и опечатывание никакого не было произведено и факт изъятия сам произошел уже без приглашенных на короткое время понятых понятые не видели как у меня изымали как у меня забирали квадрокоптер а это нарушение закона изъятые незаконным образом имущество я считаю я уверен должно быть не возвращено потому что нарушение закона вы генерал полицейский как любой полицейский должны немедленно пресечь нарушение закона у меня мое имущество было изъято незаконно без оснований законных и незаконным образом поэтому я требую сегодня в день конституции соблюдать права граждан ведь именно это первым пунктом написано во всех законах и в том в той присяге которую дают полицейские соблюдать права граждан мои права были нарушены существенным образом потому что если у нас что-то еще осталось какая-то надежда то это может быть конституция которую надо строго следовать а не подтираться ею и не только в день конституции